Итак, в этом видео мы рассмотрим смарт-часы. Это модель LEMPHO LEM12 PRO от китайского производителя. В комплекте входит вот такой кабель для зарядки с магнитным наконечником, который легко и просто подключается, и, соответственно, можно зарядить часы. Далее, также опционально можно купить PowerBank, который будет тоже поставляться в комплекте. PowerBank очень тоже удобный, подключается очень легко, и происходит заряд смарт-часов. PowerBank заряжается при помощи USB кабеля. Подключили, зарядили. Так, значит, характеристика самих часов. Значит, он работает на Android 10, память у него 64, а RAM у него 4 гигабайта. Значит, что здесь установлено? Здесь установлен SIM-модуль, поддерживает 4G, также сенсор сердцебиения для подсчета. На передней части установлена камера, сбоку установлена камера и две активные кнопки. Итак, значит, в боковой части экрана с левой стороны уведомления. Если мы телефон подключили при помощи аппликейшена, все уведомления с телефона поступают на часы, и, соответственно, в левой части экрана мы можем всегда передвигать и получать здесь уведомления с телефона. Далее, в верхней части экрана мы видим статус, что подключена ли SIM-ка, подключен ли Bluetooth, заряд, соответственно, на смарт-часах. Какие возможности Wi-Fi можно также использовать как точка доступа, Bluetooth, GPS, также сотовая связь, 4G, яркость экрана можно, соответственно, тоже настраивать. В нижней части мы видим погоду, музыку можно слушать, посмотреть, сколько мы прошагали, сколько сожгли калорий. И также еще мы можем здесь посмотреть настройки, и если еще раз перейдем вправо, то здесь мы можем увидеть режимы спорта, на которые мы можем переключаться и ввести статистику. Далее, что мы здесь видим в настройках, если мы подключили SIM-карту, мы можем использовать часы как телефон, нажали, позвонили, контакты. Если мы, соответственно, добавляем, можем сюда контакты использовать как телефонную книжку. Далее, просмотр смс, которые поступают на телефон. В настройках у нас, возможно, интернет, там подключение Wi-Fi, как мы здесь уже в данное время подключены, используем. Также Bluetooth, можно подключать гарнитуры, там наушник и так далее, все, что хотите. Так, ну, здесь видно заряд батарейки, экран, там звуки. Звуки, кстати, звучание у него неплохое. Звуки, как мы видим, звучит очень даже хороший. Так, хранилище, там сколько используется и так далее. Также можно посмотреть по самом телефоне. Так, вот мы видим саму модель, LAM12 PRO и, соответственно, номер сборки, который здесь используется. Далее, что у нас здесь есть еще? Магазин. Да, это в этом магазине мы можем выбирать разные вариации темы для часов, которые можно загрузить на смарт-часы и использовать, соответственно. Ну, соответственно, на часах должен быть обязательно интернет. И готовые шаблоны, которые уже установлены на самом, на самих смарт-часах, мы можем выбрать любой, соответственно, нажать на него и вот в данное время тема активна. Так, что у нас еще есть? То есть это браузер, можно заходить на разные сайты, соответственно, камера. Камера активна, значит, у нас сейчас в данное время. Боковая камера, то есть вот эта камера у нас активна. И это на верхней части смарт-часов, чтобы переключиться, можно выбрать режим переключения. Так, надо только попасть. Вот, переключились и, соответственно, уже верхняя камера стала активна. Все, переключились на боковую. Так, нужно выйти сейчас. И посмотрим дальше. Так, здесь просмотр картинок и видео, если мы что-то записали. Далее, здесь мы видим календарь, контроль сердцебиения, как мы его открываем, активируется сенсор сердцебиения. Вот мы видим, как он работает. Так, далее будильник. Можно добавить, прослушивать музыку можно. То, что если мы закачаем музыку в память телефона, можно ее прослушивать оттуда. Также в телефоне установлен микрофон, можно записывать звуки. Так, диспетчер файлов. Соответственно, можно там просматривать то, что установлено в самом телефоне, фотографии, файлы и так далее. Так, дальше мы выходим. Погода, как мы и просматривали до этого. Если подключены смарт-часы к интернету, то, соответственно, мы сможем получать погоду тоже. Оптимизация нет. Это, значит, как бы маркет его. Соответственно, два приложения, которые можно установить. Также движение – это те же самые спортивные режимы, которые мы просматривали до этого. Как мы видим, можем выбрать нужный режим и, соответственно, ввести статистику. Так, также есть Play Market. Можно скачивать, устанавливать приложение, как на обычный телефон. Также карта Google Map. Соответственно, Google сервисы. Распознавание лица – это Face ID. И помощник. Значит, вот такие смарт-часы. Я сам ими пользуюсь уже где-то полгода. Пока очень доволен. Мне они нравятся. Только единственный минус, что зарядка, если в активном использовании, она держится в течение дня. А так часы очень даже неплохие, хорошие, удобные. Так что вот так вот можно пользоваться.